Абдулла Ялкун 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 Азия, бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Хадгес предположил, что война между Америкой и Китаем может начаться в течение 15 лет. По сообщениям информационного агентства Associated Press на проходящем в Польше форуме «Варшавская трибуна», посвященном проблемам безопасности, Бен Хадгес высказался в том плане, что в связи с усилением России европейским странам необходимо принять меры по ее сдерживанию. Кроме того, он отметил, что Америке предстоит усилить свою группировку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этой связи Америка нуждается в таком надежном и сильном союзнике, как Европа. «Я считаю, что существует большая опасность начала войны между США и Китаем в течение ближайших 15 лет», — отметил генерал. Выступая на форуме «Варшавская трибуна», посвященном проблемам безопасности, где принимали участие ведущие военные и политические аналитики из центральноевропейских стран, бывший командующий американскими войсками в Европе, также отметил, что Америка пока не в силах противостоять китайской угрозе одновременно и в Европе, и на Тихом океане. Генерал сказал буквально следующее. «Америка оказывала и будет продолжать оказывать помощь Европе. Однако Америка понимает нарастающую угрозу в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая может вылиться в войну с Китаем в ближайшие 15 лет. Поэтому Америка будет наращивать свою мощь именно там», — отметил он. Отвечая на вопросы, корреспондент Associated Press Бен Хадгес также отметил нарастающее противостояние между США и Китаем и подчеркнул, что они уже сейчас превратились в соперников. Генерал Бен Хадгес находился на должности командующего американскими войсками в Европе в период с 2014 по 2017 годы. В настоящее время он работает сотрудником одного из аналитико-стратегических центров в Вашингтоне. Китайские власти объявили, что 10 тысяч уйгуров из города Хатан были переселены во внутренние провинции Китая. По сообщениям газеты Тао Тао от 25 октября, китайские власти переселили 10 тысяч уйгуров из Хатана во внутренний Китай под предлогом трудоустройства. В то же самое время, по сообщениям рупора китайского правительства, газеты «Новости экономики», за 9 месяцев текущего года на территорию уйгурского Туркестана и за его пределы было перемещено 72 тысячи человек. Кроме того, согласно программе по обмену трудовыми ресурсами, в течение трех лет 100 тысяч уйгуров из Хашгара и Хатана намечено переместить во внутренние провинции Китая. Переселенные уйгуры трудоустраиваются на предприятиях во внутреннем Китае в качестве дешевой рабочей силы. Только в текущем году в программу переселения включены местные жители трех южных областей и одной автономной области уйгурского Туркестана. Отмечается резкое увеличение числа переселяемых. Так, только из Хатанской области за прошедшие 9 месяцев было переселено 9 тысяч 45 человек. В целом, по сообщениям газеты, за три квартала текущего года число переселенных во внутренний Китай составило 25 тысяч 199 человек, что значительно превысило число переселенных за прошлый год. Стало известно, что три уйгура, граждане Австралии, были выпущены из лагеря в уйгурском Туркестане. По сообщениям австралийского агентства ABC News от 25 октября, из китайского концентрационного лагеря были отпущены три уйгура, граждане Австралии, помещенные туда в 2017 году. Как отмечает радио «Свободная Азия», представитель австралийского Министерства иностранных дел и Министерства торговли, заведующий отделом по делам Северной Азии Грэхом Фельчер, заявил на заседании австралийского парламента в четверг, что все три уйгура, граждане Австралии, благополучно вернулись в страну. Также в сообщении говорится о том, что неизвестное количество уйгуров, постоянно проживающих в Австралии, но еще не получивших австралийского гражданства, все еще находятся в китайских лагерях. Австралийские руководители, опираясь на материалы, собранные родственниками этих уйгуров, имеющими австралийское гражданство, отправили китайскому руководству соответствующий запрос. Однако китайские власти, сославшись на недостаток информации, уклонились от обстоятельного ответа. По некоторым данным, австралийское руководство намерено предпринять в решении этого вопроса другие шаги. Известно, что сотрудники австралийского посольства в Пекине совершили в начале 2017 года поездку в уйгурский Туркестан, но впоследствии все их запросы на посещение уйгурского Туркестана неизменно отклонялись. Однако Грэхом Фельчер заявил, что Австралия постоянно требует у китайского режима права на посещение оккупированных уйгурских территорий. Уйгурская диаспора Австралии проявляет значительную активность, требует австралийского правительства уделять больше внимания концентрационным лагерям. В результате этой деятельности Австралийское министерство иностранных дел в августе текущего года назначило специального сотрудника, в обязанности которого входит непосредственно заниматься рассмотрением требований уйгурской диаспоры. Госпожа Рабия Кадыр была избрана председателем новой международной организации, независимого Индо-Тихоокеанского альянса. Как сообщила радио «Свободная Азия», 25 октября в японском парламенте было объявлено о создании новой организации, независимого Индо-Тихоокеанского альянса. Первым руководителем этой организации была избрана бывший президент Всемирного уйгурского конгресса госпожа Рабия Кадыр. Как сообщается, представители уйгуров Тибета, Южной Монголии, Тайваня, Гонконга, Японии, Индии, Вьетнама, то есть восьми стран и территории договорились о создании этой международной организации. На заседании представитель уйгуров госпожа Рабия Кадыр была избрана председателем независимого Индо-Тихоокеанского альянса. Китоши Ишии из Японии и Таши Сирен из Тибета стали заместителями председателя этой организации. Известно, что не так давно Рабия Кадыр сняла с себя обязанности высшего руководителя Всемирного уйгурского конгресса. В провинции Ганьсу мусульман вынуждают есть свинину. Как сообщает интернет-ресурс «Зимистан», от 25 октября в провинции Ганьсу китайские власти заставили 14 мусульман насильно есть свинину. Отмечается, что в июле текущего года 14 мусульман во главе с имамом без всякого повода были задержаны в одной из мечетей. Они были допрошены полицией на предмет наличия или отсутствия связи с иностранцами. Полицейские предупредили их о запрете совершать молитву в любой мечети, о запрете собираться группами. В период задержания полицейские заставляли их изучать идеи 19-го съезда Компартии Китая. Изучать политику государства принуждали к употреблению свинины. Пожелавший остаться неизвестным, один из очевидцев сообщил корреспонденту о том, что полицейские надели на голову имама черный мешок и, отведя его в отдельное помещение, беспощадно избили. В результате имам получил тяжелые физические и душевные травмы. Китайские предприятия Японии, Объединенных Арабских Эмиратов, Англии, Южной Кореи, Индии и международными корпорациями было заключено сделок в сфере энергетики и других отраслей на сумму свыше 50 миллиардов долларов. Саудовская национальная нефтяная корпорация «Арамко», проявив значительную деловую активность, заключила 15 крупных сделок в различных стратегических отраслях на сумму свыше 34 миллиардов долларов. Таким образом, осуществляются попытки еще большей национализации промышленности страны. Кроме того, ответственный представитель Саудовской Аравии Румаик бин Мухаммад ал-Румай заключил с китайской корпорацией СЭС соглашение на проект строительства железной дороги, соединяющей порты Красного моря с проливом Басры, Аман с Эр-Риадом. Сумма сделки составляет 10,6 миллиардов долларов. Дорогие друзья, на этом разрешите попрощаться с вами. До новых встреч. Это были главные новости недели на канале Истеклал ТВ. Спасибо за внимание. Да пребудет с вами милость и благодать от Всевышнего Аллаха. Субтитры сделал DimaTorzok